Всем привет! Сразу извиняюсь, что так долго не было видео. И сегодняшнее видео будет про маникюр. Сразу скажу, что я не профессионал, но некоторые тонкости и секреты я знаю. Я покажу вам мой стартовый набор для гель-лаков. То есть, все необходимое для него. Ну, а перед началом видео я попрошу тебя подписаться на мой канал. И в конце видео оценить его. Ну что ж, а сейчас давайте приступим к нашему видео. Сначала немножечко расскажу. Я увлеклась гель-лаками и захотела их купить. Я их купила, но у меня не сначала получалось с ними работать, как-то взаимодействовать. Но в конце концов у меня все получилось. И сегодня я покажу вам небольшую коллекцию. Как я сказала ранее, я не профессионал, поэтому у меня нету каких-то больших коллекций, что у меня прям коробка гель-лаков. Нет, у меня вот такая маленькая косметичка, просто мне негде хоронить. Я взяла свою старую косметичку и положила туда все. Что влезло, можно так сказать. Давайте начнем, думаю, с самого маленького. Это с пилочки. Я когда еще ничего не знала, что такое грит, как различать мягкую, такую жесткую пилку, я приехала в магазин, еще не зная этого. Дело пошло к пилочке, и мне надо было ее выбрать. Я не знала, что такое 80 на 100 грит, или даже 180 на 200. Я думала, чем больше цифра, тем она грубее. Я решила взять 80 на 100. Я поняла, что мне ей совсем неудобно пользоваться. Как видите, я попробовала попользоваться. Но она мне не понравилась, грубо говоря. И сейчас она у меня просто лежит, пылится. Но, думаю, обязательно когда-нибудь я найду применение. Поэтому вот. Следующим, что вам понадобится, это бафик. Бафик это неотъемлемая часть. Если вы не запилите ногтевую пластину перед тем, как покрывать ее гирлаком, то у вас, увы, ничего не получится. Лак может отколоться даже через полчаса, после того, как вы намучаетесь и сделаете себе маникюр. Поэтому надо запасаться бафиком. Я купила один, поэтому... Ну, как запасаться? Я один купила себе, и мне его достаточно хватает. Следующее, что немаловажное тоже, это средство для обезжиривания ногтей и снятия липкого слоя. То есть, одним словом, это клинсер. Я раньше не пользовалась им, то есть, я не специальным клинсером пользовалась. Раньше я пользовалась, скажем так, борной кислотой. Потому что в интернете я прочитала... Сейчас я вам ее покажу. Вот моя борная кислота. Как вы знаете, раньше я увлекалась слезунами, и она мне была нужна. То есть, с ней проблем у меня не возникло. Она у меня была даже дома. И вот, борной кислотой, заборной кислотой мне не надо было идти в аптеку, скажем так. Она отдельно справлялась, но тут я наткнулась на статью, что для детей... То есть, в принципе, она хорошо обезжиривает все это, но для детей это вредно, что там какие-то непонятные вещества накапливаются в организме, и вредно. Я не настаиваю на своем мнении, говорю, что это плохо, что, фу, нельзя ей пользоваться. Я просто делала для себя выводы, и сказала это вам, хоть и не так, как было написано. Но что-то я попыталась вам сказать точности. Вот. И смотрите на свое усмотрение. Я ей как бы больше не пользуюсь, а купила себе специальный обезжириватель. Кстати, он довольно-таки недорогой. Как я думала? Я думала, я приду в магазин, ахну о ценах. Но нет. Она довольно-таки дешевая. Это средство. Я купила два в одном. То есть, и это обезжиривание, и снятие липкого слоя. Следующая неотъемлемая часть, это LED-лампа. Я сразу скажу, мне ее подарили. То есть, я не покупала, и не выбирала. Вот. У меня вот такая LED-лампа мини. То есть, как арочка. И сразу скажу, ее мне покупали не с Алиэкспресс, а именно в магазине. Вот. Вот так у меня здесь все упаковано, компактно. И сейчас я все достану, и вам все расскажу. Кто-то мне сейчас не поверит, скажет, да ну, ее заказали с Алиэкспресс, может быть, так и было, но гарантийный талон там точно был. И значит, начаться ее покупали именно в магазине. Потому что, так как если бы мне ее прислали с Алиэкспресс, его бы точно не было. Зачем продавцу просто, как бы, слать мне гарантийный талон? Я делаю ваше внимание на вот этом. То есть сушит от 30 тысяч часов до 50. И обращаю внимание на вот это. 30-60 секунд. Лед лампа это такая штучка, это есть уфу лампа, а есть лед. Лед лампы гораздо, как по мне, лучше. Опять же говорю, мое мнение, лед лампы гораздо лучше, потому что они сушат в 2 раза, в 2 или 3 раза быстрее. Поэтому мне, как правило, удобнее с ней работать. Но, как здесь написано, 30-60 секунд, здесь не хватает, как по мне. И поэтому я пользуюсь трехминутным. То есть иногда я сушу 2 минуты, иногда 3. Но базу я сушу по минуте. Кому так интересно, я сушу 3 минуты. Но это в зависимости от лаков. Поэтому вот. Здесь, что говорить о самой лампе? Она такая мини-компактная. Здесь 3 светодиода. Раз, два, три. Вот. В принципе, она не игрывается. Кнопочка на 30 секунд, кому интересно. Так что ссылочку на нее я оставить не смогу. И на все средства, которые я здесь покажу, если я где-то заказывала, то оставлю обязательно ссылочку в описании. Но чаще всего я покупаю в обычных наших магазинах, потому что ждать их долго. Вот так. Лампочка вот такая вот. И, в принципе, она мне пока устраивает. Следующим идет это средство для снятия шелака и гель-лака. Я пользуюсь севериной. В принципе, меня она устраивает. 500 миллилитров. В принципе, мне хватает. Ее, я вот купила, наверное, ее в 16-м году. Так она у меня еще пол, здесь больше половины бутылька и стоит. То есть, в принципе, расход минимальный. Следующее, что нам не вало важно, это безворсовые салфетки. Сейчас у меня закидает кто-то помидорами, но у меня их нету. Честно, у них нету. Я заказала их с Алиэкспресс. Они мне идут. Не знаю, когда они придут мне. Но изначально я подумала, что безворсовые салфетки это вообще как бы не важно и всякое такое. Но потом, больше, когда я приноровилась к этому, начала смотреть видеоуроки и все остальное, я узнала то, что у меня скалывался лак довольно-таки часто и я узнала то, что дело в самих ватных дисках. В них есть ворс, который прилипает на ногти и из-за этого ворса у меня откалывается гель-лак. Да и думаю, у большинства людей точно так же. Также я зашла в магазин и купила вот такое вот средство для удаления кутикулы. Сразу скажу, удаляет кутикулу, даже хорошо удаляет. Если честно, мне удобнее удалять щипцами. То есть ножницами, маникюрными, щипцами, ну, не средством. Поэтому я к нему не сильно так, скажем так. Следующим, что немаловажно, это пушер. Я его не заказывала, покупала в своем магазине, поэтому ссылочку также оставить я вам не смогу. Пушер у меня маленький, в принципе, мне маленьким удобно работать. Это такая металлическая лопатка, кто не знает. Этим можно снимать гель-лак, но я этим не делаю, потому что я еще не совсем приноровилась к нему, и мне удобнее снимать апельсиновой палочкой. Вот. И я задвигаю кутикулу им и вычищаю из-под кутикулы вот этой стороной, и она довольно-таки острая. Вот. Правда, он очень острый, так что, девочки, осторожней. У меня вот такие апельсиновые палочки, тут уже все помялось, вот. Но апельсиновые палочки остаются фактом апельсиновых палочек. То есть, вы должны хотя бы иметь штуки три у себя дома, на всякий пожарный, скажем так. Следующее, что бы я вам хотела показать, это кисти Дотфинс. Скажу честно, я покупала это на Алиэкспресс, то есть, заказывала. Пришли они мне очень быстро, буквально за две недели. Я очень удивилась. Вот. Если я найду на них ссылку, я обязательно оставлю, потому что я заказывала где-то месяца три назад. И не знаю, остались они у меня в корзине или нет. Дотсы очень удобные, качественные, так же, как и кисти. Здесь, получается, 12 кистей, если не ошибаюсь, и еще пять дотсиков. Идет, скажем так, подарочек. Ну, какой подарочек? В комплект. Здесь довольно-таки удобные кисточки, и каждой практически я нашла применение. Вот этой кистью я, например, сейчас я ее открою. Здесь каждый есть, скажем так, вот эта штучка, чтобы не повреждалась кисточка. Этой кистью я, допустим, какие-то линии рисую, она, допустим, очень удобная. А вот этой кисточкой я убираю лишний лак, то есть, или гель-лак лишний, или обычный. Чаще всего это обычный. Я ее подстригала, вы не бойтесь, что, допустим, я закажу, а мне придет такая неровная кисть. Я попыталась как можно ровнее ее подстричь. Сейчас как получится к вам кисточку, хочу приклеить. Короче, ребят, он не фокусирует, но покажу так. Как видите, попыталась ворс очень ровно отрезать, но у меня все равно чуть-чуть не получилось, но мне это не мешает в работе, и, в принципе, мне ей работать очень удобно, даже если наносить базу кисточкой. Вот этой. Как повторюсь, мне этот набор кистей устраивает за такую цену, и он мне очень даже нравится. Следующее, давайте уже приступать к нашим лакам. Это будет праймер. Как я говорила, у меня средство для снятия лака Северина, и гель-лака точнее. И праймер у меня тоже гелевый, от Северина. Вот такой вот праймер. Он, в принципе, мне нравится. Его не надо сушить в лампе. Здесь просто так написано. Но сохнет он сам. Это праймер бескислотный. Смотрите, когда будете покупать. Обязательно покупайте бескислотный. Кислотный праймер чаще покупаю для наращивания. Еще следующим средством, вспомогательным, мне идет вот такое масло для кутикулы. Оно с мятой. Также я его не заказывала, покупала у себя в магазине, поэтому ссылочку оставить не смогу. Мне очень нравится его действие, поэтому вот. Также Северина. А вот сейчас уже перейдем к гель-лакам. У меня, сразу же скажу, фирма Blue Sky. Она меня устраивает, но не очень. Поэтому вот. Кинобор, как я говорила, я не профессионал, но все же. Первый лак это Blue Sky Metallic 80530. Не знаю, даже как номер правильно. Вот такой вот красивый цвет металлик. Консистенцию вам сейчас попробую показать. Консистенция в меру пекучая, он не жидкий и не густой. Если говорить о плотности, три слоя, и то будут не очень хорошо плотные. Следующий цвет это, у меня по-моему он с литром, то есть блестками, но 25. Он вот такой вот с литром, сейчас я попробую, чтобы фокус поймал. Вот. По консистенции. Он довольно-таки тоже не жидкий, не густой, но он как металик по консистенции. В принципе, меня этот лак устраивает, но также в три слоя он ложится не плотно и будет просвечивать. Дальше у меня идет эта база и топ, то есть я покупала два ванон. Не знаю, почему так, но мне захотелось не по отдельности купить, а все вместе. Консистенция, ну как сказать, довольно-таки вязкая, сейчас потом поближе вам показать. В принципе, меня все устраивает. Консистенция, блеск нашего лака, когда вот вы их растите. Но единственное, вот вообще огромнейший минус за то, что он пузырится. Я не знаю, вам видно или нет, скорее всего нет. Сейчас я попробую сфокусировать. Получилось. И как вы видите, там много маленьких пузыриков. Вот пузырик, допустим. И вот после нескольких таких, скажем так, опусканий кисточки образовывается очень много пузырей. И это влияет на мое покрытие, то есть оно вообще неровненькое получается. Допустим, как здесь. Допустим, как вот здесь. Это всего из-за того, что оно пузырит. Осталось всего 4 штучки. Это цвет 071. Фокус. Это такой зеленый цвет, он довольно-таки красивый. Такой же текучий, как металлик. У меня устраивает в 3 слоя, можно сказать, плотно, перекрывает ноготь. В 2 слоя будет неплотно. Цвет 072, это белый. Белым отпускать я вообще недовольна. Я ожидала нечто лучшего. Он вообще даже не тянется, смотрите. Как бы я ни делала, как бы я ни старалась, он не тянется. Он очень жидкий, это во-первых. Во-вторых, что меня в нем расстроило? Цвет 072, повторюсь. Он вообще неплотный. Его в 4 слоя надо покрывать. Он неравномерно распределяется по ногтю. По ногтю, по ногтю, по ногтевой пластине. Вообще неравномерно распределяется. Вообще, какой-то странный белый лак. Он просвечивает даже после 4 слоя. И вообще, кошмар. Просто я не знаю, что с ним делать, что вообще, как его применять. Вообще, не знаю. Буду думать дальше, что с ним делать. Следующий идет на 26. Я покупала себе его именно в школу. Потому что он не броский. Вот такой вот с голубым глиттером. И он мне сам по цвету понравился. Он прозрачный и с голубым глиттером. Его вообще не видно. А ногтю? Даже если вы покрёте в 3 слоя, его будет не видно. Ну, как не видно. Это красивый блеск будет, но не бросающийся в глаза. Следующий это у меня цвет, который светится в темноте, то есть неоновый. На ногте его практически не видно. Наносишь на ноготь, его и видно. То есть, как твенбуральная пластина. В 2 слоя он хорошо перекрывает ноготь. То есть, как перекрывает. Я имею в виду не по цвету, а светится в темноте, изумительно. Это, наверное, самая удачная покупка из всех, которые у меня там. Все получить. То есть, в принципе, меня разжирал только белый. Вот такие вот лаки у меня. И, в принципе, это всё. Вся моя коллекция. Я думаю, что она вам понравилась. И вы оцените видео пальчиком вверх. Ну, а с вами была Настя Флай. Всем пока-пока. Всех люблю. Пока. Всех люблю. Пока.